Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Вертолет понадобился спасателям для поиска и спасения рыбаков, которых сильным ветром унесло в открытую акваторию озера Балхаш. В Карагандинской области проходит практический этап учений ХС-2018. Благодаря государственно-частному партнерству уже в этом году охват детей дошкольным образованием составит 100%. В области успешно открывают детские сады в рамках ГЧП. Республиканский чемпионат по водному полу стартовал в плавательном бассейне Карагандинского дворца спорта имени Нуркена Абдирова. В соревновании принимают участие команды юниоров 12 лет и младше. Несмотря на сложные погодные условия, прошедшим летом аграриям Карагандинской области удалось собрать хороший урожай, который по некоторым показателям превысил результаты прошлого года. Об этом сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Саганжан Апакашев в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. Растеневоды Карагандинской области достигли хороших показателей. Убрано 815 тысяч гектаров зерновых культур. Средняя урожайность составляет более 12 центнеров с гектара. Намолочено 1 миллион 25 тысяч тонн зерна. Это на 200 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Такие оптимистичные данные привел руководитель областного управления сельского хозяйства Саганжан Апакашев в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. В соке урожайности зерновых добились товаропроизводители Абайского района, который урожай составляет 15 центнеров с гектаром. А Сакаровского, Нуринского района 12 и 70 центнеров с гектаром. Бухаржавский 12 и 5 центнеров с гектаром собрали урожай. По словам руководителя сельскохозяйственного ведомства, богатый урожай удалось собрать благодаря государственным субсидиям, а также используя новейшие технологии в растеневодстве. На проведение полевых работ всего выделено 35 тысяч тонн удощевленного дизельного топлива. Это на весенний полевой работ 18 тысяч тонн, на уборочную работу 15-го, недавно на сушку зерна выделено 2 тысяч тонн удощевленного дизельного топлива. В целом, отрасль влагосберегающая технология применена на площади 668 тысяч гектаров или увеличилась на 11,5%. Было также отмечено, что несмотря на неблагоприятную погоду, аграриям Карагандинской области удалось собрать хороший урожай. Это позволит сформировать богатый стабилизационный фонд. Для этого приобретут 1800 тонн картофеля, 950 тонн лука, моркови, свеклы и капусты. Уже заключены договоры с несколькими крестьянскими хозяйствами. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 50-летний юбилей отмечает Карагандинская художественная школа номер один. В областном музее изобразительного искусства прошло торжественное мероприятие, а также представлена выставка работ воспитанников и педагогов школы. От имени градоначальника школу с юбилеем поздравила заместитель Акима города Ирина Любарская. 1 октября 1968 года детская художественная школа Караганды была передана в ведение городского отдела народного образования. Таким образом, учебное заведение получило официальный статус. Однако история начинается на 7 лет раньше. В 61-м году школа была организована на общественных началах при Карагандинском отделении Союза художников Казахской ССР. Среди гостей – представители Акимата, руководители учебных заведений и, конечно же, педагоги, воспитанники и выпускники художественной школы. Один из них – Евгений Ким, ныне член Союза художников Казахстана. «Как бы время проходит, школы меняются. Я учился, допустим, в советское время, да, но вот эта атмосфера, именно творческая, я думаю, она сохранилась. Желаю художественной школе всех благ, чтобы обязательно их материально поддержали, потому что без этого никак. Нужно помещение, материальная база, а свои знания, я думаю, свою любовь к ученикам. Потому что школа, как и 50 лет назад при основании, как и во времена, когда я учился, как и сейчас, я думаю, они смогут научить правильно детей». От имени Акима Караганды коллектив школы поздравила заместитель градоначальника Ирина Любарская. Она вручила почетные грамоты лучшим педагогам, а школе власти подарили сертификат на сумму 1 миллион тенге. «В этот день хочется выразить огромные слова благодарности родителям. Были самые сложные времена, самые трудные времена, но, несмотря на все трудности, которые есть, вы привозили своих деток, вы делали все возможное, чтобы они получили дополнительное образование. А человек искусства – это человек действительно талантлив во всем. Поэтому я хочу самое главное пожелать, чтобы всегда в мире и согласии мы жили, чтобы именно школа эта в дальнейшем приобрела свое здание. Я думаю, к этому мы придем». В рамках празднования юбилея открылась выставка работ воспитанников и педагогов школы. Здесь представлены творческие работы, выполненные в разных направлениях изобразительного искусства. Работы разноплановые, интересные и раскрывают зрителям – удивительный мир, созданный воображением художника. «Выставка представлена методическим фондом нашей школы. Работы, выполненные в 70-х, 60-х годах. Также представлены работы нынешних педагогов и представлены работы детей, учащихся в нашей детской художественной школе. Порядка 150 работ в общем на самом деле». За 50-летний период созидательной творческой работы в школе сложились свои традиции. Одна из многих – проведение областного творческого практикума мастер-класса «Унерле-Шебер» для педагогов дополнительного образования художественно-эстетического направления Карагандинской области. В нынешнем году проведение мастер-класса приурочено к юбилейным мероприятиям. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Вертолет, моторные лодки и вездеходы были привлечены к поиску и спасению людей. В Карагандинской области провели практический этап командно-штабных учений КАС-2018. Вертолет понадобился спасателям для поиска и спасения рыбаков, которых сильным ветром унесло в открытую акваторию озера Балхаш. На одном из водоемов Караганды аварийно-спасательные службы Департамента по чрезвычайным ситуациям отрабатывали действия во время поиска и спасения людей. На тактика специального учения были привлечены 8 формирований в количестве 46 человек и 13 единиц техники. Согласно другой вводной, в результате сильного снегопада и метели заблудилась группа охотников. Для поиска и спасения пострадавших были направлены снегоболотоходы Трекол и Вея, кинологический расчет, а также спасательное подразделение Национальной гвардии. Нашим отрядом часто выезжаются, везутся поиски людей, также на паводки ездим. В этом году приобрели новую технику снегоход-болотоход Вея. Еще имеется Трекол, гусеничная техника. Сегодня на учениях были задействованы все, то есть и лодки работали, и водолазы. Это все наши специалисты. В обоих случаях пострадавших спасли и доставили в пункты обогрева и лечебные учреждения. Руководители командно-штабных учений высоко оценили готовность к работе всех аварийно-спасательных служб. Ну, оценены положительно. Мы показали слаженность, взаимодействие всех подразделений, не только Министерства внутренних дел, здесь привлекались также и подразделения управления здравоохранения, бригады скорой медицинской помощи, волонтеры, студенты. В целом, для выполнения мероприятий гражданской защиты подготовлены силы и средства в количестве более трех тысяч человек личного состава и свыше 1200 единиц техники. Определены 119 наиболее снегозаносимых участков автодорог области, а также подготовлены 28 обогревательных пунктов. В департаменте по чрезвычайным ситуациям отмечают, что аналогичные мероприятия проводятся во всех городах и районах области. Андрей Теноман, Кужанов Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинским предпринимателям предложили инвестировать в строительство студенческих обшежитий. Проект девятиэтажного обшежития на 400 мест презентовал Карагандинский государственный технический университет. В палате предпринимателей Атамикен обсудили применение принципа ГЧП в строительстве студенческих обшежитий. Согласно проекту, обшежитие расположится по адресу Ленина, 67. В девятиэтажном здании смогут проживать 400 студентов, которые будут платить по 15 тысяч сеньге в месяц, заявили представители Карагандинского государственного технического университета. Для выгоды инвесторов на цокольном и первом этажах обшежития будут открыты тренажерные залы, прачечные, кафе и прочие предприятия сферы услуг. «Инвестор может сам построить себе бассейн, баню, еще что-то и так далее. Это очень комфортально. Прачечные, которые будут платные для стирки и обслуживания студентов, выйти к общежитию. Тренажерные – то же самое. Они будут платные. Инвестор должен же иметь какой-то доход, кроме того, что я сейчас выше скажу. Но какой доход? От коммерческой деятельности. То есть от этих прачечных, от этих тренажеров и так далее, они будут зарабатывать деньги. На сегодняшний день студенты у нас выезжают и на Юго-Восток, они выезжают еще куда-то в тренажерный зал. А тут же все же условия. Именно в этом общежитии. Построй и зарабатывай на этом деньги». Договор между инвестором и университетом составляется на 8 лет. По истечению данного срока здание переходит в полную собственность инвестора. Предложение Карагандинского государственного технического университета вызвало бурное обсуждение среди участников заседания Комитета строительства и стройиндустрии. «Вы спланироваете его таким образом, чтобы в дальнейшем его превратить в жилье, в полноценное? Вы можете потом сдавать, как малосемейный, например, или еще что-то. Это уже ваше условие. В эти 15 тысяч коммунальные услуги ходят, да? Или это сверху? 15 тысяч студентов плачет. «Студент оплачивает нам 15 тысяч за процедуги». «А коммунальные услуги?» «За содержание вы сами...» Некоторые заявили, что только на содержание девятиэтажного здания уйдет слишком много средств. Другие, напротив, предположили, что данное предложение непременно заинтересует многих субъектов бизнеса. Предприниматели решили не спешить с выводами. Проект строительства студенческого общежития будет презентован на заседании строительного кластера Карагандинской области и региональном совете. Стоит отметить, что глава государства поручил обеспечить студентов общежитием до конца 2022 года. Для этой цели в Карагандинской области планируется строительство четырех и восстановление трех студенческих общежитий. Благодаря государственно-частному партнерству уже в этом году охват детей дошкольным образованием составит 100%. В области успешно реализуются проекты ГЧП. О примерах эффективного взаимодействия предпринимателей с государством расскажем подробнее в следующем сюжете. Свой день Айнагуль Хамитова проводит, разрываясь между тремя детскими садами. На следующей неделе к ним присоединится еще один. Предпринимательница рассказывает, что к этому бизнесу пришла по зову сердца. Айнагуль – мама семерых детей. А потому она, как никто другой, знает, что именно в первые годы жизни закладывается физический и интеллектуальный потенциал ребенка. Многодетная мама и бизнес-вумен подчеркивают, что в этом бизнесе нужно преследовать более благородные цели, нежели получение прибыли. Это не получение прибыли все-таки. Потому что сверхприбыли, какую-то большую маржинальность вы в этом бизнесе точно не найдете. Все-таки здесь во главу угла должна остаться философия именно будущего нашей страны. Потому что это очень важный период. До шести лет предшкольный возраст, рождение. И до шести лет – это, можно сказать, самый важный возраст в жизни человека. Потому что здесь формируется все это. Настолько такой возраст, который впитывает в себя сейчас всю информацию. Частный детский сад «Арн-де-Бала» реализован в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня он обеспечивает работы десятки человек, охватывает 250 детей. Здесь маленькие карагандинцы занимаются музыкой, балетом, тейквондо и футболом. Родители доверяют своих детей опытным воспитателям, потому что уверены в подходе и квалификации специалистов. Еще один частный детский сад, который славится хорошими условиями, находится в Пришахтинске. Он также реализован в рамках государственно-частного партнерства. Садик рассчитан на 360 мест. Все они размещены по государственному заказу. Бизнес с низкой рентабельностью. Но мы знаем, что дети есть и будут. Поэтому будем говорить, что это бизнес надежный. И мы на этот сад подписали государственный заказ по программе государственно-частного партнерства на 20 лет. Поэтому мы уверены в своем будущем. Уроки английского, кружок робототехники, рисование песком, специальная соляная комната для проведения галлотерапии. Сегодня это реальные условия, созданные для детей, которые посещает детский сад «Одарешка». Примечательно, что родителям такая роскошь обходится всего лишь в 11 тысяч тенге. Это наилучший показатель эффективности государственно-частного партнерства в дошкольном образовании. Взаимодействие государства и субъектов бизнеса приносит хорошие плоды, уверены специалисты отдела образования Караганды. Эти проекты взаимовыгодны как государству, так и частным бизнесменам. Потому что государство, с одной стороны, гарантирует на определенное время, на длительное, на 10, на 20 лет размещение государственного заказа. С другой стороны, государству выгодно, что эти частные дошкольные организации оказывают качественные услуги по дошкольному воспитанию детей. В результате взаимовыгодного партнерства уже в этом году охват дошкольным воспитанием и обучением составит 100%. В Карагандинской области реализованы уже 9 проектов государственно-частного партнерства по открытию дошкольных организаций образования на 1555 мест. В будущем эта цифра непременно возрастет. В Караганде открылся физкультурно-оздоровительный комплекс при областном высшем сестринском колледже. На базе комплекса созданы все условия для занятий баскетболом, волейболом, спортивной гимнастикой и физкультурой. Двери физкультурно-оздоровительного комплекса открыты не только для студентов и преподавателей колледжа, но и для населения прилегающих районов. В торжественной обстановке красную ленту перерезали первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии Нур-Отан Кадиша Успанова и заместитель руководителя управления здравоохранения Аскар Хорошаш. Приглашенные гости отметили, что открытие физкультурно-оздоровительного комплекса позволит приобщить к занятиям спортом студентов и популяризировать здоровый образ жизни среди населения. Поэтому открытие ФОКа для медицинского колледжа это огромное событие, благодаря той огромной слаженной работе всего коллектива под управлением Амажол Нурбековича в течение многих лет это стало возможным. Поэтому я хочу всех поздравить с этим и пожелать, чтобы у нас всех всегда была возможность заниматься физкультурой и спортом тогда, когда мы имеем возможность, когда мы хотим и когда требуют наши организмы. Поэтому всех с праздником! Больше всего открытия у физкультурно-оздоровительного комплекса обрадовали студенты Карагандинского высшего сестринского колледжа. Их приятно удивили условия, в которых они будут заниматься. Нам построили большой комплекс спортивный. Мы очень рады, что мы будем здесь заниматься. Это намного лучше, чем то, что было. Есть тренажерный зал, отдельно спортивный зал, отдельно комнаты для шахмата, тохус-кумалак, шашки и так далее. Примечательно, что на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса из бюджета не было выделено ни одного тенге. Были использованы средства колледжа и спонсоров. За три с половиной года на строительство было затрачено около 160 миллионов тенге. Директор колледжа отмечает, что в области не хватает физкультурно-оздоровительных комплексов. Ну, во-первых, знаете, я давно мечтал, что построить для детей вот такой, вообще спортивный зал мечтал. Ну, знаете, время диктует свое, я так и не подумал, что отсюда будет физкультурно-оздоровительный комплекс. Знаете, я даже не думал, совпадет именно посланием президента, вот именно о здоровом образе жизни и построить 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. Наверное, будет один из первых у нас в Караганде вот такой комплекс открыли сейчас, открывая вернее. Это для молодежи, для населения. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса студенты и жители близлежащих районов смогут заниматься разными видами спорта, физической культуры, шахматами, шашками и тогасхумалак. Стоит напомнить, что ранее глава государства подчеркнул необходимость обеспечения доступности массового спорта. Нурсултан Назарбаев также отметил, что в Казахстане в ближайшие годы должно быть построено не менее 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. Республиканский чемпионат по водному полу стартовал в плавательном бассейне Карагандинского дворца спорта имени Нуркена Абдзирова. В соревновании принимают участие команды юниоров 12 лет и младше. 11 команд принимают участие в первом туре чемпионата Казахстана по водному полу. В соревновании принимают участие спортсмены от 12 лет и младше. Город Астана представило сразу две команды. В основном составе играет Глеб Сазонов. Водным полом он занимается уже на протяжении пяти лет. Я очень люблю этот вид спорта. Я ездил на разные соревнования. Например, в Россию, в Ширногорию, был в Туркменистане. Несмотря на то, что водное поло в Казахстане не получило такую же популярность, как, например, силовые виды спорта, именно водное поло является одним из старейших в нашем регионе. Водное поло получило свое развитие в Караганде в 1958 году. В настоящее время в секции работают четыре тренера-преподавателя высшей категории и занимаются 120 человек. Воспитанники неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов Казахстана. Карагандинских ватерполистов высоко ценят по всей республике. Уровень Караганды, я всегда говорю, у нас сборная республика Казахстан. Караганды, это где-то 40% игроков, именно Караганда является донором для сборной команды. Организаторы отмечают, что регламент этого чемпионата схож с регулярными первенствами других командных видов спорта. Каждая команда сыграет со всеми участниками. За победу присуждаются баллы. Тот коллектив, который наберет наибольшее количество баллов и будет объявлен победителем. Всего пройдет три тура. Второй в Кахшитау и третий в Алматы. Андрей Данайденжакан, Андрей Тимофеев, первый Карагандинский. Начальник областного департамента внутренних дел, генерал полиции Мергенбай Жапаров в ноябре встретится с жителями региона. Отчетные встречи главы ведомства пройдут в пяти городах. В Караганде, Шахтинске, Жесказгане, Садпаеве и Цимиртау. 6 ноября в областном центре встреча пройдет в 11.00 в здании областного филиала партии Нур-Утан. Граждане смогут напрямую высказать свои жалобы и замечания, обратиться с заявлением. Начальник полиции расскажет о результатах борьбы с преступностью и обеспечении общественной безопасности. Здесь же с отсчетом выступит начальник карагандинского Управления внутренних дел. Редактор субтитров А.Семкин